Дорожный полотно 4-го, 5-го, 5-го микрорайона, а также частично 7-го от соседних ВЗУ. Для того, чтобы ограничить их влияние на данные сети, потому что у нас весь город за кольцовом. То есть была проведена эта работа в течение дня, потому что очень часто задавали вопрос, а почему вы сразу не начали раскопки? Именно по причине того, что проводили работы по переключениям, которые проводятся не на месте раскоп, а по всему практически городу. Несколько бригад этим занималось весь день. К вечеру мы подошли, уже подготовили технику, подготовили бригады аварийные, ночные, которые вышли в ночь. В ночь работало 3 экскаватора, 4 аварийных бригады, в каждой было по 5 человек, это 20 человек у нас трудилось. Плюс у нас на месте были службы по сварке, то есть сварные, 2 сварных звена было. Соответственно, они обеспечивали работы по металлу. Раскоп был произведен, было найдено место. Был проведен сброс воды из водовода, потому что это магистральный водовод, и он большого объема. В течение ночи мы расчистили место, изготовили новую заглушку, установили ее, и в 4 часа начали заполнение системы. В 6 часов утра у нас уже был запуск всех насосных агрегатов, и давление в системе начало быть рабочим. После этого начался запуск ЦТП, для того, чтобы обеспечить подачу ГВС. Авария полностью ликвидирована, на месте сейчас ведутся работы по благоустройству, потому что при производстве работ пришлось разобрать ту камеру, которая там была. Сейчас будет восстанавливаться эта камера, и восстанавливается дорожное полотно. Сейчас движение осуществляется по одной полосе. Продолжение следует...